Друзья, всем привет! 28 июня 2024 года и сегодня мы будем обсуждать акцию, которая называется Наследие Пламени. Также откроем сундуки на 1000 рублей и бустанем моего персонажа. А насколько сильно это будет зависеть от моего везения. Погнали! Как я уже сказал, акция называется Наследие Пламени и доступна на сервера Essence. Что у нас здесь интересного? Появились лутбоксы, которые доступны в течение двух недель с 26 июня до 10 июля. Лимита на покупку нет и стоимость 100 л монет. То есть на 1000 рублей мы можем купить 80 штук. Здесь, как обычно, у нас на самом верху мы можем вытащить купон на книгу заклинаний 4 звезды. Важнее всего вытащить получается рукавицы в агрого пламени. Хорошая штука, кстати. Вот если повезет, можно их продать сейчас довольно-таки дорого. Да, шлин дикого ветра, дикого ветра, то же самое. Внизу у нас падают печати герана, причем падают минимум по 2 штуки. Редкость, да. Частенько у нас обычно бывает там одна штука внизу, здесь сразу же, если падает, то 2. Но нет никакого гарантированного получения. То есть здесь при открытии коробки вы получите один из следующих предметов с определенной вероятностью. То есть в любом случае, что это получше, но гарантированного получения у нас нет. Также должны хорошо падать упаковка агатион яйца дракона. Сразу же по 2 штуки. То есть если 80 сундуков, да, в принципе можно достать где-то и 160. Ну, скорее всего печать герана, так же будет неплохо лететь. Также есть упаковки, которые будут по 200 штук и по 50 штук. Но это довольно-таки высоко и я не думаю, что они мне упадут. Это должно быть очень хорошее везение. Дальше. Золотой ключ дракона. Да, периодически у нас будет падать еще здесь золотой ключ дракона. Он находится, по-моему, да, довольно-таки высоко. Даже вот по крайней мере здесь он находится выше, чем упаковка печать герана тысячи штук. Но может быть расположение неправильное. Может на самом деле он падать лучше, да. То есть бывает такое, что неправильно распределено. Но кроме того, мы этот золотой ключ можем также скрафтить при помощи печати герана. Давайте посмотрим, что здесь у нас в особом создании. Значит, очень интересная штука, которой вот я сейчас буду заниматься, это делать себе агатионы. У меня есть все плюс восьмые, кроме Петрама. То есть Петрама я себе однозначно сделаю и постараюсь сделать так же не блог. То есть здесь мы можем обменять не на все, да, агатионы, на пять штук. То есть яйца дракона, да, агатионовый лакас, это невозможно никак обменять. Но агатионовый лакас, понятно, это вообще там очень серьезный агатион. Яйца дракона тоже здесь, к сожалению, нету. Плюс восьмого не получится сделать. У меня, на мне одет плюс седьмой. Но также они будут падать с лутбоксов. Если получится заточить на восемь, то будет замечательно. Кроме того, начиная от плюс восьмого, у нас еще будет дополнительный бонус. Сейчас мы к этому вернемся обязательно. Так что вот здесь мы однозначно будем лутать купоны гатиона духа. Кстати, смотрите, здесь не написано, что они временные. То есть можно их вытащить, да, и оставить себе. Они запечатаны или они не продаются. Печать герана 6 штук, то есть мы можем сделать 40 троих за одну тысячу рублей. Итого в среднем должно у нас падать где-то с тысячи рублей, ну, около четырех, да, купонов. Там плюс-минус. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Осколок талисмана Острова Ада 20 штук, 100% вероятность 20 штук за тысячу рублей. Невероятно усилищиками. Мне, кстати, кажется, да, я их редко покупаю, но, по-моему, это недорого. Здесь доступно всего лишь две штуки на аккаунт за эту акцию. Сразу же вероятность 100% падает пять камней. И стоимость меньше, чем три тысячи рублей. Так что, мне кажется, это неплохая вещь. Я еще подумаю, конечно, но, возможно, что возьму себе прозапас просто, чтобы у меня был. Потому что я в любом случае, если буду себе делать венец героя, у меня до сих пор он там шестой благословенный. Это, конечно, очень-очень слабо. Надо делать восьмой хотя бы, а потом вот эти невероятные камни пригодятся. Золотой ключ. То есть, он стоит 800 рублей. И мы можем вытащить одну штуку, две, три, пять и десять. Дальше купон на книгу заклинаний. Две звезды. Сразу же падает их, смотрите, здесь по три штуки. То есть, это кто хочет точить скиллы, очень удобно. Золотой ключ один нужен. То есть, да, 800 рублей. И печать Егерана здесь у нас получается рублей, наверное, на 300 где-то так. Вероятность 50%. Если не получается, то три возвращается. Смотрите, как бы, если кому-то надо. Фон на книгу заклинаний три звезды. Здесь тоже сразу же по три штуки падает. Два ключа уже необходимы. То есть, это 800-1600 рублей. И где-то полторы тысячи на печати Егерана потребуется. Фон на книгу заклинаний четыре звезды. Золотой ключ 12 штук, да, по 800. Это у нас почти 10 тысяч рублей. И здесь 10 тысяч рублей. Итого 20 тысяч рублей на трай. Так что, в среднем, где-то должно получаться в районе 40 тысяч рублей. Если я ничего не напутал. Ну да. То есть, здесь 10 тысяч рублей. И здесь по 800 мы считали, да, в районе 10 тысяч рублей. Если не получается, то 500 рублей вам возвращается с печать Егерана. Дальше. Вот эти вот, да, стабильные свитки. Ребят, я не в курсе. Мне кажется, они же совсем новые, да. И сколько они должны стоить, сейчас непонятно. Так что, вы можете сами прикинуть, нужны они вам или не нужны. Но это все в основном для шейхов, конечно. Упаковка невероятно усилищий камень. Все это очень дорогое. Тоже для шейхов. Не буду даже рассматривать. Купон призыва куклы. Здесь улучшенная исключительная. 11 раз одна штука на аккаунт. Я думаю, смысла нет тратить такое количество золотых ключей. Потому что вот это стоит полторы тысячи рублей в сундуке еженедельном. Да, то есть, получается 12 тысяч или монеты. Мы вот покупаем как раз вот этот купон призыва куклы улучшенная исключительная. Также здесь есть у нас обычный исключительный. Но это вообще ерунда. И дорого однозначно. Порошок эликсира. Но это, видимо, если остался у вас какой-то рандомный золотой ключ. Да, некуда его пихать. То вы можете порошок эликсира себе взять 5 штук на аккаунт всего. Дальше. Если мы, либо, я так понимаю, имеем уже агдеон яйца дракона 8 плюс 8. Либо мы сейчас заточим. То мы можем обменять на мешок с агдеонами яйца дракона. Просто достойность создания плюс 8. Закидываем сюда. Получаем этот мешок. Что он нам дает? То есть, это одна штука на аккаунт всего. Здесь везде. То есть, от плюс 8 и выше. 8, 9, 10, 11. Не 11, а 1. Так, плюс 1. Да, плюс 2. И плюс 3 у нас получается. Мешки с агдеонами волокат. Давайте в самый низ. Потому что плюс 8 меня интересует. Может быть, мне повезет. Если плюс 8 я заточу, то я его запаковываю в мешок. И мешок открываю. У меня получается золотой ключ. Две штуки дают древний аден и 3000. Мешок с монетами славы 1000 штук. Одна. Ну и возвращается этот агдеон. Если чем выше мы заточим, тем просто у нас будут больше древних аден. Так же будет. Ну, все улучшается. Да, я вижу то, что здесь и мешочек с монетами славы. Полторы тысячи. Здесь 1000. Ключи уже сразу же 5 дается. Здесь 10 ключей. 50 ключей. Ничего себе, если волокат есть. 50 ключей это максимум, видимо. Да. И древний аден и максимум 30 тысяч. Мешок с монетами славы 6000. И, по-моему, здесь уже все. То есть, да. Все вот это, что мы не открыли, да. Оно и исчезнет 10 июля. Итак, давайте, наконец-то, возьмем вот этот баф. Называется покровительство верлин. Обычно забываю. Но это необходимо обязательно делать. Потому что шанс успешной модификации плюс 1%. Напоминаю то, что периодически люди попадали. Да, недавно был ивент в 0,5%. Так что, если мы точим большое количество. Да, даже небольшое. Даже одну какую-то вещь. Желательно брать вот эту штуку. Может, попадем в этот 1%. 80 лутбоксов куплен. Напоминаю то, что это 1000 рублей. Открываем автоиспользование сундуков. И погнали. Печати героана. Печати героана лучше падать, чем агатион и яйца дракона. Упаковка печати героана 500 штук. Ребята, по-моему, первый раз, кстати, вытащил. То есть, это я вытащил на 2000 рублей. Упаковка печати героана. Уже окупился однозначно. И так мне нападало 127. Отлично. Упаковка агатион и яйца дракона 40 штук. Перестал души адена оружие 14. Проши. Души адена доспехи. Особое зелье восстановление. Свиток благословеный доспех. Улучшенный свиток модифицировать оружие ранга А. По-моему, неплохо. Но в любом случае, я купился даже вот просто вот из-за этих упаковок печати героана 500 штук. Агатионы яйца дракона, которые было возможным, я обменял сразу же на плюс 6. У меня получилось их 4 штуки. Раз, два, три, четыре. И также 4 нулевых. Сейчас мы их все будем точить на плюс 8, потому что седьмой у меня уже есть. И один на 6 не зашел. На 7 и один есть. 18%. Нет, не заходит. Кстати, да заметили, да, то, что не добавляется вот этот вот бонус плюс 1%. Почему-то вот, да, то есть он, видимо, автоматически как-то идет. Но вот сюда вот он не прибавляется. Упаковка печати героана 500 штук у меня упала. Но золотой ключ, кстати, ни один даже не дропнулся. Так что вот его легче, мне кажется, будет только лутать за печати героана. Либо если он упал вам, то, скорее всего, это очень сильно повезло. В любом случае, он мне не нужен. Я перехожу в купон на Агатион и Духа плюс 8. И давайте сразу же сделаем 100 траев. То есть потрачу 600 печати героана. В среднем должно мне упасть где-то сейчас 10 купонов на Агатион и Духа плюс 8. Сдаем. 13! 13! Нифига себе! Ну, прям вообще отлично! То есть мне необходимо не было, да, и желательно, конечно, еще Игнис. Если и то, и то зайдет, то будут троить радость. Итак, пробуем сразу же заточить. В любом случае, у меня 8-ая не было, ее никто не заберет. Так что и Петрам сейчас на 8, и не было тогда сразу же на 9. Петрам не заходит, не было. 14% Нет, так же не заходит. Есть! Агатион не было, кстати, зашло с какого-то там, со второй или с третьей попытки. По-моему, очень-очень хорошо. Но, надеюсь, сейчас я точно не собираюсь троить пока что. А дальше посмотрим. В любом случае, это отлично. Шанс всех крит-атак плюс 18%. Время перезарядки менее минус 7%. Время перезарядки особо не важно, да. То есть, повелителю стихии. Но, вроде, в любом случае, когда-нибудь я сделаю себе рерол. И, может быть, на физике, да, это будет очень сильно важно. Но, в любом случае, шанс всех крит-атак плюс 15, по-моему, на плюс 8. А здесь у нас плюс 18. 3% я получил однозначно. И остается у меня еще 10 купонов. Сейчас, так что надо будет троить, скорее всего, Игнис. Да, если с Игнисом все получается, то, скорее всего, радости. Итак, последняя попытка. Потому что остается один Агатион. Если вот этот вот не получается, то я себе оставляю плюс 8. Давай, давай, давай. Нет, не получается, к сожалению. К сожалению, не хватило. Но, я думаю, ничего страшного. Макатака не супер. Мне так прям важна, да. Если бы это была мощностью менее, было бы очень важно даже 1%. Но Макатака, я думаю, ничего страшного. Там, по-моему, прибавляется 2% всего лишь между 8 и 9 разницы. В любом случае, считаю, что мне очень сильно повезло. Я потратил 600 печати Герана. А с 80 сундуков за 1000 рублей залутал упаковку 500 штук. И еще 124 штуки упало поштучно. Получилось 8 Петра. А до этого у меня был 7. И из 8 не было. Получилось 9 не было. То есть, за 1000 рублей, я считаю, что это очень довольно-таки круто. Ну, а теперь давайте разыграем 4 промокода среди людей, которые написали комментарий к предыдущему ролику. Подтупливает сайт сегодня. Я вот зашел, он меня прогружился долгое. Ждем. Что загружено. Джамира 906057. Классное видео, очень интересно. Спасибо, спасибо, что смотрите. Андер 2517. Поздравляю, неплохо получилось. Спасибо. Джокер 76777. Акция капец, жив на самом-то деле. Да, мне пофартануло. Фартануло, конечно, на Еве. Копер 4477. ГЦ довольно легко получилось. Друзья, спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...